12 машин за один час столкнулись с этим утром на улице Беломорская. На протяжении 200 метров произошло сразу 4 аварии. Причинами тому автовладельцы считают как гололед, так и несоблюдение дистанции. Некоторые автомобилисты, объезжая место ДТП, попадали в другие аварии. С ними поговорил Алина Бережная. Я тормозил 20 метров, не ехал, наверное, как на лодке. О скользкой дороге говорили едва ли не все автомобилисты. По их рассказам, практически все дорожно-транспортные происшествия произошли по принципу домино. Водитель КамАЗа протаранил две легковушки. В паре метров от него то же самое сделала и ЛАД-14 модели. Отечественные автомобили ударил Ниссан Альмером. Там еще светофор, там еще авария тоже была. Я в левом ряду ехал, передо мной начала машину тормозить. Я вправо перестроился и тут уже пробка стояла, как подогнал. Я пытался вообще даже струлить сугроб, но хотя бы вообще машина не как здесь. А чуть впереди столкнулись еще три машины. Одна из них впоследствии уехала. На месте остались Лада Калина и ВАЗ-2109. В 50 ехал, а то тут подтормаживать начали. А тут совсем встали и все, тупанула. По той же причине автобус врезался сразу в две иномарки уже после светофоров. Водитель снес Шкоду Рапид, которую после удара отхинуло на Форд Фокус. В тот момент перед легковушками только-только успел пройти пешеход. Я начал уже движение после пешеходов. Начал движение, вот видите, что я вперед уехал. И автобус заехал на него с такой скоростью, я не знаю. И вот его на меня отбросило. В результате многочисленных столкновений никто не пострадал. И хотя многие вероятные виновники сетуют на гололед, ответственными за аварию могут признать именно их. По причине несоблюдения дистанции и безопасной скорости. Калина Бережная, Ратназипов, Амир Залюшев. Вызов 112.